Донбасс за чертой. Ограничение навоз гуманитарных грузов в зону АТО и острой потребности жителей Востока Украины. О последствиях экономической и гуманитарной блокады региона говорим сегодня. Это всем миром. Я Катерина Стружко. Добрый вечер. Гуманитарная карта Донбасса обновлена. На ее данные опираемся сегодня в эфире. Состоянием на март 2015 года ситуация следующая. В Донецке в дефиците сахар, растительное масло, крупы, свежее мясо, мясные и рыбные консервы. Их редко завозят и достаточно быстро раскупают. В городе работает приблизительно половина аптек. Медикаменты в очень узком ассортименте и периодически отсутствуют. Такие данные вы можете видеть сейчас на нашем экране. Что же касается Дебальцево. В Дебальцево ситуация достаточно критическая. Здесь отсутствуют товары всех категорий. В первую очередь хлеб, соль и крупы. Продукты продают только на стихийных рынках. Ни одна из четырех городских аптек не работает. Некоторые лекарства людям выдают волонтеры. Также стоит упомянуть, что в Дебальцево работает всего одна больница. И в ней, соответственно, есть всего три специалиста. Терапевт, хирург и педиатр. Также на карте можно найти информацию о работе транспорта, образовательных учреждений и потребностях внутренних переселенцев. И другую информацию. С подробностями исследования у нас сейчас в студии Дарья Пирогова, научный сотрудник Киевского международного института социологии. Добрый вечер, Дарья. Здравствуйте. Ну что ж, вот такие мы увидели кадры. Интерактивная карта расположена на сайте допоможем.отв. Давайте начнем с механики проведения исследования и географии. В каких городах вам удалось пообщаться с людьми? Для того, чтобы собрать данные для такой гуманитарной карты потребностей жителей Донбасса, мы уже с сентября 2014 года по заказу гуманитарного штаба поможем, проводим исследования. Это телефонные опросы жителей Донецкой и Луганской области, городов, где потребности наиболее остры. То есть сначала мы опрашивали жителей многих городов, потом мы выяснили, какие города с самыми острыми потребностями и уже остановились только на них. В последней волне, в марте, мы опросили 2100 жителей в 29 городах Донецкой и Луганской области, где самые острые потребности. Сложно перечислить все, но это и большие города Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка, и маленькие города типа Счастья, Авдеевки, где очень сложная ситуация. И кроме этого мы еще общаемся с ключевыми информантами в городах и делаем такие большие аналитические отчеты. Ключевые информанты это работники больниц, аптек, социальных учреждений, диспетчеры, автостанции, таксисты и другие люди, которые могут много рассказать нам о городе. То есть сеть респондентов достаточно широкая. Я только что упомянула два города, собственно, Донецк и Докучаевск. Вы говорите о городах, в которые есть наиболее острые потребности. Входят ли эти два города в топ-5, возможно, есть в топ-10. И какие это, собственно, города? Конечно, во всех городах ситуация сложная и очень острая. Нельзя сказать, что где-то она лучше. Но среди топ-5 городов, где потребности в продовольственных товарах, медицинских товарах и каких-то бытовых товарах, это 5 городов поменьше, конечно. Потому что доступ к этим товарам в маленьких городах он острее. И топ-5, где ситуация самая сложная по результатам мартовского исследования, это, конечно, Дебальцево, Иловайск, Юнокоммунаровск, Казуевка, Алчевск и города Авдеевка. Вот топ-6, даже чуть больше. В больших городах ситуация, конечно, лучше, потому что можно доставить туда грузы и есть у людей возможность купить эти товары. И, конечно, у людей больше возможностей для работы, чтобы заработать деньги, чтобы купить эти товары. Говоря о том, что в этих пяти городах ситуация действительно критическая, что мы подразумеваем? Там совсем нет лекарств или совсем нет еды или того и другого. То есть, насколько положение плохое? Потому что, когда зрители слышат о критической ситуации, не все могут себе полностью представить, что же это на самом деле означает. Во-первых, это города, в которых из города выехало более 40% населения. Это уже первый звоночек того, что ситуация в городе сложная. Во-вторых, это, конечно, уровень потребностей, то есть, нехватки фактически товаров, первая необходимость. Это, конечно, продуктов. То есть, в этих пяти городах потребность людей, которые заявили о том, что им не хватает основных продуктов, основных медикаментов и бытовых товаров, она вот где-то на уровне 50%. То есть, среди продуктов, это однозначно те группы товаров, которые вы уже упоминали, базовые товары. С самого начала люди говорят, что им не хватает круп подсолнечного масла, сахара, то есть, очень базовых вещей. Очень хорошо, если в городе есть хлеб-завод в том же или соседнем, потому что есть свежий хлеб. Если его нету, то дефицит и хлеба, потому что его сложно доставить. Конечно, все говорят, что они исключили из своего рациона преимущественно все молочные изделия, мясо, рыба, потому что это очень дорогие продукты, которые жители в условиях дефицита и очень высоких цен не могут себе позволить. Кроме того, хочу подчеркнуть, что почему сложная ситуация в этих городах. Эти города преимущественно все контролируются не Украиной, и поэтому цены на все продукты, на медикаменты у них выше. То есть, нам говорили люди, которые живут на украинских территориях, что однозначно у них цены ниже. И здесь есть новое явление, называется маятниковая миграция. Люди едут за покупками на украинские территории, там же снимают пенсию, что-то покупают и едут назад в города, которые не контролируются Украиной. И здесь есть много проблем, в том числе и с пропусками, и с безопасностью таких поездок. Но люди вынуждены так делать, чтобы за те деньги маленькие, которые у них есть, купить необходимые продукты. Да, соответственно, люди поставлены в такую ситуацию, в такое положение, когда не только для того, чтобы снять деньги с карточки или получить какие-то соцвыплаты, им нужно выехать. Но и даже за элементарными какими-то продуктами нужно, часто рискуя жизнью, пересекать блокпосты и, соответственно, ездить. Но если, скажем, сравнивать данные обновленной гумкарты с таким же исследованием в декабре, есть ли какая-то динамика, может быть, положительная, может быть, нет? Все-таки сейчас на Донбассе установилось некое хрупкое перемирие. И можем ли мы говорить о том, что гуманитарная ситуация изменилась в связи с этим? Ну, условно можно говорить, что да, изменилась, стала чуть лучше. То есть вот по поводу продуктов и по поводу продуктов как раз тоже число людей нуждается. То есть эта цифра близко к 50%, там 48 где-то во всех городах говорят, что не нуждаются даже в базовых продуктах питания, им не хватает этих вещей. Что касается потребностей в бытовых товарах, это какие-то моющие средства, средства гигиены, вот такие вещи и медикаментов, то тут уровень потребностей снизился где-то вот там с 48 до 39%. То есть некоторое снижение вот этой нехватки, его можно было зафиксировать, но по-прежнему ситуация остается сложной. И кроме того, появились новые потребности сезонные, то есть люди говорят, что они нуждаются в семенах, в каких-то пленках для того, чтобы садить огороды, делать теплицы. То есть люди, они надеются не на государство, надеются на себя и просят какую-то минимальную помощь для того, чтобы самим быть в состоянии обеспечивать себя наиболее необходимым, это вот как бы едой. Вот, кроме того, есть потребности в каких-то строительных и ремонтных материалах, потому что сейчас боевые действия уже прекратились и стоит острая потребность в возобновлении жизни, возобновлении жилья, ремонта школ и так далее. Потому что раньше этой потребности не было, потому что велись активные боевые действия, сейчас их нет, вот нужно ремонтировать жилье, это вот в марте, это новая и острая потребность. То есть вот, соответственно, какие-то новые пункты в списке потребностей у людей все-таки появляются с наступлением весны и наступлением мира. Даша, я знаю, что исследование затрагивало не только нужды людей, но и некие настроенческие моменты, мониторинг ситуации. Удалось ли выяснить, за счет чего вообще сейчас живут люди на оккупированных территориях, за счет чего сейчас живут переселенцы, потому что достаточно сложная ситуация как с соцвыплатами, так и с работой. Собственно, за счет чего люди держатся на плаву? Что касается людей, которые до сих пор живут в зоне проведения АТО, то только 30% из них живут за счет постоянных доходов от работы. То есть 70% не работают. Среди них тоже приблизительно 30% это пенсия и социальные выплаты. И, конечно, какие-то заработки непостоянные. Что касается переселенцев на украинских территориях, то тоже очень сложно ищут работу и, конечно, надеются только на какие-то социальные выплаты от Украины и на гуманитарную помощь, потому что работы нет. Спасибо, Даша. Я напомню, какая ситуация стоит за цифрами в обновленной гуманитарной карте Донбасса, нам рассказала сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова. Тем временем, несмотря на бедственное положение, восприятие самой ситуации с жителями Донбасса улучшилось. К таким выводам в результате исследования пришли коллеги Дарины из КМИС. 7% опрошенных сказали, что все не так плохо и можно жить. 63% выбрали вариант «жить трудно, но можно терпеть». А это на 15% больше, чем в декабре прошлого года. Терпеть же бедственное положение уже не могут 30% респондентов, что на 13% меньше, чем в конце 2014-го. При этом 75% жителей Украины поддерживают прекращение военных действий на Донбассе. Как живет та самая треть опрошенных терпеть лишения, у которой не осталось сил? О реальной ситуации в Донецке расскажет активист ответственных граждан Энрике Менендес. Энрике, добрый вечер. Мы только что огласили цифры. В некотором роде есть какая-то позитивная динамика. Многие люди считают, что если на Донбассе сейчас воцарился мир, то значит и потребности людей идут на убыль. Вот такой некий взгляд изнутри. Что сейчас происходит в Донецке? Действительно ли там есть дефициты? Действительно ли там очень дорогой бензин и все действительно тяжело? Нужно разделить, наверное, этот вопрос на минимум две части. Первое это то, что в исследовании, прозвучавшие цифры, достаточно хорошо отражают ту ситуацию, которая действительно есть в Донецке и других городах, которые находятся на так называемой оккупированной территории. Действительно они очень хорошо отражают, очень близко ситуация показана. Естественно цифра не в состоянии передать каких-то деталей, каких-то нюансов, но в целом настроение передано верно, особенно в той части, что у людей видна положительная динамика, когда перестали стрелять. В общем-то за год, который ситуация у нас постоянно в таком тяжелом направлении развивается, люди действительно начали учиться адаптироваться к этому. То есть, конечно, они могут как-то минимально наладить свой быт, когда перестают стрелять. Второй момент, который обязательно нужно понимать, это то, что ситуация очень разная у разных категорий населения. Есть люди, о которых было сказано, что у них терпеть нет больше сил. Действительно такие люди относятся к самым уязвимым категориям населения. И за год у них развились уже такие процессы, которые с психологической точки зрения, наверное, можно назвать уже необратимыми. Например, одним из самых опасных психологических настроев, которые мы отметили, выезжая на места, это вот это вот состояние так называемой выученной беспомощности и апатии, когда люди просто теряют способность распоряжаться своей жизнью, теряют способность принимать даже самые элементарные решения о своей жизни. Это произошло потому, что каждый день люди думали о том, как дожить до рассвета, как пережить эту ночь, и, соответственно, они просто... И горизонт их планирования на большее не заглядывает. Да и достаточно сложно, я думаю, распоряжаться своей жизнью, когда даже за покупками приходится ехать в другой город, учитывая, что в твоем родном, возможно, продуктов там в магазине и нет. Да, абсолютно верно. Потому что сейчас последние 2-3 недели развиваются в Донецке, даже в самом Донецке, я уже не говорю про более малые города, под символом вот этой экономической блокады, которая начала свое действие после подписания указов 21 января. И в начале марта уже фактически абсолютно все начали замечать, что полки магазинов в Донецке стремительно пустеют. А те товары, которые попадают, в конце концов, на полки, стоят намного дороже. То есть я приводил на круглом столе, когда эти цифры оглашались, цифры о том, что десяток яиц 2 недели назад в Донецке стоил 25 гривен, в то время как на территории контролируемой Украины 12 гривен. То есть разница в цене в 2 раза. Картошка 13 гривен за килограмм, в то время как на украинской территории, в Селидово, близлежащем, 5 гривен за килограмм. То есть для людей, которые живут в отсутствии доходов, следует понимать, что не только пенсионеры, которые и раньше-то жили не очень благополучно, а сейчас отрезаны от своих пенсий, стали жить хуже. Но даже те люди, которые раньше имели возможность сами себя обеспечить, сейчас они потеряли работу или они потеряли доходы. И на те оставшиеся очень скромные доходы, они вынуждены на гораздо больший процент от своего бюджета тратить на продукты питания. Можно ли сказать, что в связи с перечисленными факторами у ответственных граждан стало больше подопечных? Что это сейчас за категории населения? Много ли людей остается с приходом весны в убежищах? И кто основные получатели помощи от вас сейчас? У ответственных граждан сказать, что у нас уменьшилось или увеличилось, количество я не могу, скорее по некоторым параметрам даже уменьшилось. Но не потому, что люди стали жить лучше. У нас практически полностью оказалось заблокированным направление так называемой адресной помощи по медикаментам. Все дело здесь заключается в том, что мы были единственной группой, которая могла покупать лекарства и давать их людям, которые оказались в нужде по их адресным заявкам. Эти закупки мы делали на частные пожертвования в самом городе Донецке. Из-за экономической блокады аптеки опустили точно так же, как и все магазины. Соответственно, мы не можем покупать это. А купить на украинской территории и провести мы не в состоянии, потому что есть ограничения по доступу грузов. То есть, грубо говоря, на блокпостах, где сейчас стоит, кроме вооруженных сил и батальонов, еще и погранслужба, и таможня, и даже налоговая милиция, мы просто не можем провести эти вещи в Донецк. Андрей Гречет, это о каких блокпостах? Об украинских или... Об украинских. Об украинских. Да, эти правила, пропускная система действует именно со стороны Украины. То есть, со стороны самопровозглашенной ДНР никаких правил как не было, так и нет. То есть, гуманитарная помощь пропускается? Гуманитарная помощь со стороны ДНР пропускается, да. Она не пропускается, к огромному сожалению, именно с украинской стороны. И мы очень надеемся, что в скором времени все ветви власти осознают эту ситуацию и предпримут какие-то шаги, чтобы ее изменить. Так вот, это направление адресной помощи оказалось полностью заблокированным как раз из-за этого. А касательно вопроса о бомбоубежищах, то я приведу статистику из 11 бомбоубежищ Петровского района, которые мы до недавнего времени снабжали всем и продуктами питания, и гигиеной, и лекарствами. Сейчас люди живут постоянно только в одном. Все остальные с наступлением теплой погоды и с прекращением боевых действий, как муравьи начали расползаться по своим домам, пытаясь что-то восстановить. И то, о чем говорила Дарья в предыдущем сюжете, она правильно абсолютно идентифицировала следующую потребность. Следующая потребность будет, если, дай бог, боевые действия не будут возобновлены, следующая потребность – это восстановление жилья. Поскольку люди очень хотят вернуться к себе домой, очень хотят наладить. То есть появляется какая-то надежда на будущее призрачное, появляется какое-то желание обустроить свой быт. И, наверное, эту потребность нужно уже как-то пытаться на нее реагировать, помогать стройматериалами. И будут ли ответственные граждане этим заниматься? Есть ли такое в планах, ну, возможно, хотя бы в каких-то далеко идущих? В планах ответственных граждан, безусловно, есть какие-то перспективы будущего возобновления нормальной жизни в регионе. Пока преждевременно, наверное, говорить, поскольку мы приучили себя не загадывать слишком далеко, приучили себя тоже жить не одним днем, но горизонт планирования у нас тоже не на год вперед. Мы будем стараться действовать теми масштабами, которые могут помочь, поскольку наши масштабы не являются колоссальными. Мы стараемся оказать помощь там, где она будет наиболее актуальной. То есть сейчас, в последний месяц, наш фокус стал довольно сильно смещаться на маленькие деревни, которые находятся вокруг крупных городов и которые не покрываются крупными фондами. То есть это еще один вопрос, который обязательно следует не оставлять без внимания, поскольку в маленьких городах, в маленьких даже селах, где население от 2,5 до 5 тысяч человек, помощь ощущается гораздо в меньшем объеме, поскольку крупные фонды ввиду бюрократии, ввиду механики принятия решений, они туда не доходят. А я приведу статистику, когда мы только открыли горячую линию для Амвросиевского района, за два дня мы получили 80 заявок из 16 деревень вокруг города Амвросиевка. И еще один момент, о котором я хотел отдельно бы сказать, это по поводу международной помощи. Сейчас пошла информация о том, что ООН собирается прикрыть свой офис в Донецке. И это, честно говоря, очень трагические новости, поскольку, понимая то, что происходит в регионе, я очень четко понимаю, что никакие волонтерские группы и даже такие большие фонды, как фонд Рината Ахметова и гуманитарный штаб со своим действительно колоссальным объемом помощи, не в состоянии покрыть весь регион, поскольку гуманитарная помощь для региона, в котором живет 2,5 миллиона человек, только на оккупированной территории, это фактически черная дыра, это бездонная бочка. Сколько тут она ни залей, она все равно требует и требует. И фокус смещается, может быть, с каких-то базовых нужд, действительно, на восстановление, на то, чтобы заниматься детьми, которые не могут такое длительное время сидеть по домам или в подвалах и не ходить в школу. Очень ли будет ощутимо, если ООН все-таки закроет свой офис в Донецке и перестанет помогать неподконтрольным Украине территориям? Насколько это ощутят обычные люди? Возможно, вы прогнозируете повышение количества подопечных у вас, потому что, ну, действительно, люди многие рассчитывали и на эту помощь в том числе. Помощь ООН, я не открою, наверное, большого секрета, если скажу, что, по большому счету, офис ООН в Донецке только приступил в декабре к работе. За это время они, наверное, успели только провести какое-то исследование, эсэсмент того, что там происходит. То есть еще не ощутили люди по-настоящему этой помощи. Но все, конечно, ожидали того, что крупная организация привлечет внимание и даст такой объем помощи, который позволит кардинально улучшить ситуацию. Эндрике, делая такой маленький анонс, я скажу, что после вас в нашей студии появится представитель Министерства социальной политики Украины, который отвечает конкретно за гуманитарную помощь. Возможно, у вас есть к нему какие-то вопросы. Возможно, вам известно о грузах, которые где-то стоят, и их не пропускают, и они очень нужны людям, и люди их ждут. Возможно, у ваших коллег-волонтеров действительно могут быть какие-то открытые ситуации, которые сейчас наш следующий гость мог бы прокомментировать. Да, конечно. Очень хотелось бы узнать, как смотрит Министерство социальной политики на помощь, которую оказывают малые волонтерские группы, у которых нет лоббистского ресурса для того, чтобы получить разрешение, как его недавно получили 8 крупных международных организаций, в том числе фонд Рината Ахметова. То есть, конечно, нам бы хотелось упрощенных правил для ввоза частных пожертвований, то есть та помощь, которая называется от людей к людям, people to people. Безусловно, я бы хотел услышать комментарии того чиновника по этому вопросу. Ну что ж, обещаю задать ваш вопрос. Спасибо, Эндрике. Я напомню гуманитарную ситуацию в Донецкой области. Мы обсуждали с волонтером группы «Ответственные граждане» Энрике Мененесом. И видео в тему. Миграция по территории войны продолжается. 76 переселенцев недавно стали подопечными инициативной группы «Ответственные граждане». Бежавших из Дебальцево, Углегорска и Никишина приютил город Ждановка. Волонтеры привезли им продукты, лекарства, одежду и обувь. Люди рады любой помощи. Их дома разграблены или полностью уничтожены. Смотрите сами. Откуда вы переехали? У вас с домом не цел? Нет ни дома, ни квартиры. Но я фотографии видела, ни окон, ни балкона, ничего. И соседи двери заколотили гвоздями, чтобы хотя бы что-то там, может быть, еще осталось. А у вас квартира многоэтажная, здание было? Ну да, пятиэтажный дом. Дома нет. В снаряд попал четвертый этаж. Я живу на третьем. Снесло, естественно, все, что там, как-то, я не знаю. У мамы тоже дом сгорел. Откуда приехали? У вас как с домом? Никак вообще. В смысле? Парелку, чистому. А дом свой, частный, да? Ничего, камня на камне. А? Не камня на камне вообще? Да. Скажите, откуда приехали? У вас с домом проблемы? Ну дома были не целые, но помародерничали очень. Надо там и постельное, и стулья, и посуду. Все вычистили. Скажите, откуда приехали? С Никишина. Тоже с Никишиной, да? Как с домом у вас? Ну, полностью сгорел. Где-то возле блокпоста тоже, да, было? Блокпоста мне сгорел полностью. А там большая часть домов, да, полностью сгорел? Ну, на нашем краю там фактически, ну, не фактически вообще нигде. Скажите, как здесь живете, где? Да ну как, пока вроде только за квартплату и все, да, там все будет дальше. Как показывают исследования, на Донбассе продолжают голодать и умирать от нехватки лекарств. В то же время, не все грузы волонтерских организаций могут попасть в регион. Причина – отсутствие решения о признании их гуманитарной помощью. Об этом и говорим далее. У нас в гостях начальник отдела гуманитарной помощи Минсоцполитики Украины Максим Доценко. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим Игоревич, вот только что предыдущий гость задавал вопрос. Есть некие опасения о том, что малые волонтерские группы, которые не относятся к большим организациям, в том числе международным, не смогут в связи с новыми правилами и вообще в связи с правилами поставлять свою помощь людям. Так ли это? Можете ли вы подтвердить или опровергнуть? Нет, это абсолютно не так. Процедура признания гуманитарной помощи для всех организаций абсолютно одинакова. Как для больших, так и для малых, так и для волонтеров. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся на самой процедуре. Есть определенные какие-то положения, потому что очень много вопросов как у малых, так и у больших организаций гуманитарных, волонтерских. Вот давайте разъясним, расставим точки над «и». Процесс на самом деле абсолютно прост. Нам в Минсоцполитике, волонтерским организациям, как и другим организациям, неприбыльным, необходимо подать несколько документов. Первое – это дарственное письмо от донора. Второе – это перечень груза. То есть это наполнение того, что будет дариться. Заявление, которое находится у нас на сайте Минсоцполитики, форма. И план распределения. То есть нам нужно понимать, куда этот груз будет распределяться, кому. У меня вот есть вопрос по поводу дарственного письма от донора. Вот, предположим, возьмем группу ответственных граждан. Они, скажем, закупают лекарства на добровольные пожертвования людей из разных регионов Украины. Каким образом может быть оформлен этот груз? Кто один должен написать это дарственное письмо, если, скажем, доноров много, если их сотни, а то и тысячи? Здесь уже стоит определиться самой волонтерской организацией. Мы понимаем, что пожертвования идут со всей Украины, но донором должен выступить один. Либо это физлицо, либо это юридическое лицо, волонтерская организация, либо другой фонд. Но он должен быть. То есть существует некая процедура, которой все-таки мы должны придерживаться. То есть если мы говорим о том, что волонтерская организация это некое частное лицо или просто добровольное собрание, все-таки за этим письмом следует обращаться к какому-то зарегистрированному лицу все-таки? Нет, не обязательно зарегистрированному. Но донором гуманитарной помощи может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо. То есть оно не должно быть зарегистрировано у нас в реестре получателей гуманитарной помощи. Нет, это не обязательно. Донором может быть любой человек или юрлицо. То есть одного письма от одного человека в данном случае будет достаточно. Да, мы идем навстречу. Это хорошая позитивная новость, это сейчас очень важно, потому что мы слышим периодически от волонтеров негативную информацию о том, что грузы стоят на блокпостах, люди эти грузы ждут. И вот если вы мониторите ситуацию, какие основные причины недопуска груза в регион? Что становится препоном? Я не знаю, пропускная ли система или возможно недостаток справок, полученных в Минсоцполитике? Что делается не так? Все, кто обратился в Министерство социальной политики с просьбой получить приказ о признании грузов гуманитарными, они все его получили. То есть первое и самое важное, нужно обратиться в Минсоцполитике. Дальше мы уже расскажем, подскажем, как сделать и что сделать. Не обращаясь к нам, конечно же. То есть ваши двери открыты, можно в них включать и приходить? Все, кто к нам приходит, они все об этом знают. Максим Игоревич, расскажите о сроках выдачи справок Минсоцполитики о признании помощи гуманитарной. Насколько это быстрый процесс или, возможно, чуть-чуть придется подождать? Ну, все мы знаем, что было в 2013 году. По полгода грузы не признавались гуманитарными. После, уже в 2014 году, мы упростили всю эту процедуру. В стандартном виде своем она сейчас имеет 8 дней. Это касается, в основном, грузов, которые идут из-за границы. Для пропуска в зону неподконтрольной Украины мы упростили еще. И, скажем так, сейчас за 1-2 дня люди получают этот приказ. То есть это достаточно быстро? Абсолютно быстро. Мы стараемся во вторник и в пятницу подписывать приказы. То есть все, что за эти 2 дня к нам поступает, мы их туда включаем. Вот есть такая информация, что 2 недели назад Кабмин вынес на голосование парламента изменения в налоговый кодекс, по которому от уплаты налогов на адресную помощь будут освобождаться благотворительные организации, которые войдут в специальный список, утвержденный Кабмином. И ходят слухи, что таких организаций будет очень мало, очень немного, 3 или 4. Не думаете ли вы, что это каким-то образом может сократить поток гуманитарной помощи? Соответствует ли, во-первых, эта информация? Действительности, да, начнем с этого? Не совсем. Это перечень, которая не освобождает гуманитарные организации благотворительные от уплаты налогов. Она освобождает физические лица, конечных потребителей этой гуманитарной помощи от НДФЛ, от налога на доходы граждан, физлиц. Поэтому к гуманитарным организациям это не будет иметь никакого отношения. Мало того, мы хочем привязать этот список к нашему единому реестру получателей гуманитарной помощи, который на данный момент составляет до 700 организаций. Поэтому проблем не будет. Хорошо, еще одна позитивная новость. Из разряда печальных новостей, вот мы услышали в студии, что ООН заявляет о том, что возможно в течение какого-то короткого времени организация прекратит поставлять гуманитарную помощь на территорию неподконтрольной Украине. Есть ли какой-то комментарий, оценка этого процесса Минсоцполитики? Не прогнозируете ли вы, что это значительно ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе? И не идет ли тенденция к тому, что международные большие организации каким-то образом оставляют регион в беде? То, что я могу сказать, скажем так, в своей компетенции, по гуманитарной помощи на данном этапе количество гуманитарных организаций и гуманитарных грузов не уменьшилось. То есть за последние недели оно остается таким же, как и было и в конце 2014 года, и в начале 2015. Я не думаю, что что-то поменяется в худшую сторону. Сейчас в плане пропускного режима делаются некие подвижки, пытаются запустить электронную систему. Нет ли в планах у Минсоцполитики сделать некий электронный реестр для того, чтобы было проще регистрировать гуманитарные грузы и сама система получения справок от Минсоцполитики упрощалась настолько, насколько это можно? Здесь, во-первых, у нас не справки, а приказы министра социальной политики. И, знаете, очень тяжело сейчас отвечать на этот вопрос. Я не владею тем ресурсом, который есть у Минсоцполитики. Я не думаю, что мы сейчас способны внедрить какую-то электронную систему. Все, что мы можем сделать, мы делаем. Я считаю, что один-два дня, которые мы выделяем на получение этого приказа, я считаю, что это вполне доступно. Делая средств текущей ситуации, насколько массово волонтеры сейчас обращаются за данными приказами в Минсоцполитике? Чувствуете ли вы напряженность? Есть ли какой-то такой активный приток? Вот в том и вопрос, притока нет. То есть, есть обращения крупных организаций, Красного Креста, фонда Рената Ахметова, но это очень мало. Это 7-8 организаций, которые постоянно, ежедневно обращаются. Больше к нам обращений просто нет. То есть, вы можете, обращаясь к волонтерам, сказать, что Минсоцполитики открыты, и можно к вам приходить даже маленьким организациям, даже небольшим, ничего страшного нет. И вы максимально посодействуете. Абсолютно. Ну что ж, спасибо вам огромное. Я напомню о правилах оформления гуманитарных грузов. Мы говорили с Максимом Доценко, начальником отдела гуманитарной помощи Минсоцполитики Украины. Пока порядок передачи гуманитарной помощи только устанавливается, 45% жителей Донбасса нуждаются в продуктах. Треть населения бедствует, а переселенцы не могут устроиться на работу и найти достойное жилье. Подробнее далее в сюжете. Все не так плохо и можно жить. Жить трудно, но можно терпеть. Так заявили 70% участников исследования. Именно перемирие положительно повлияло на оценку нынешней ситуации жителей Донбасса. Люди рады, что меньше стреляют, но в остальном все по-прежнему плохо. Если мы говорим об основных потребностях, то, как я уже говорила, каких-то глобальных позитивных изменений не наблюдается. 45% опрошенных как в декабре, так и в марте отмечают, что в их городе не хватает самых необходимых продуктов питания. Половина опрошенных остро нуждается в лекарствах. В основном это сердечно-сосудистые препараты. 34% жителей заявили о нехватке бытовых товаров. Во многих городах наблюдается дефицит мяса, молока, чистой питьевой воды и даже хлеба. Впервые в подобном исследовании изучили потребности переселенцев. Им сложнее всего найти жилье и работу. В пятерку самых проблемных городов Донбасса вошли Дебальцево, Юнокоммунаровск, Докучаевск и подконтрольные Украине, Авдеевка и Счастье. Люди в них выживают за счет гуманитарной помощи. Мы интенсифицируем свою работу. Мы видим, что помощь гуманитарного штаба нужна. Это единственная помощь во многих случаях, которая позволяет людям выжить. С начала работы гуманитарного штаба Рината Ахметова мы раздали 2 миллиона 350 тысяч продуктовых наборов. Подробнее ознакомиться с обновленной гуманитарной картой Донбасса можно на сайте допоможему ТБ. Эти данные также собираются использовать и в Минсусполитике. Несмотря на все трудности, почти 90% участников исследования не собираются покидать родные города. И каждый второй крайне нуждается в гуманитарной помощи. Как прозвучало в сюжете, жители Востока Украины по-прежнему не собираются покидать свои дома. А это значит, что спрос на продукты и любую помощь остается крайне высоким. О том, как планируют свою работу в апреле гуманитарный штаб Рината Ахметова спросим координатора штаба Римма Фильм. Римма, добрый вечер. Здравствуйте. Мы сегодня очень много говорили о том, что с наступлением перемирия потребности людей не уменьшаются. Есть ли некий прогноз, какие-то данные у штаба? Почему так происходит и насколько высока потребность людей в продуктах, медикаментах и другой помощи сейчас? Мы все видим, и данные гуманитарной карты показывают, что с уменьшением обстрелов и с перемирием, к сожалению, не прекратились полномасштабно военные действия. Они то и дело возникают. И есть фронтовые города, фронтовые районы, где постоянно идут обстрелы. И вот та большая блокада со стороны государства, к сожалению, которая имеет место быть, она привела к тому, что потребности людей не уменьшились. Мы все ожидали, мы все надеялись на лучшее, что с приходом весны, с наступлением перемирия, потребности людей уменьшатся. Но, к сожалению, социальные выплаты до сих пор не выплачиваются, блокируется доступ продуктов питания, в магазинах очень резко уменьшился ассортимент, и цены взлетели вверх. Понятное дело, что при такой ситуации, и показало это, доказало это наше социологическое исследование, гуманитарные карты, каждый второй житель неподконтрольных Украине территорий крайне нуждается в продуктах питания и лекарственных препаратах. Каждый третий житель нуждается в средствах гигиены. То есть, если вдуматься, половина из тех людей, которые там проживают, крайне нуждается в том, что жизненно необходимо. И поэтому по решению Рината Ахметова гуманитарный штаб продолжает свою полномасштабную деятельность. Если говорить о планах на апрель, на второй квартал, какие запланированы объемы помощи, есть ли уже какие-то такие более конкретные планы, о которых мы сегодня можем рассказать? Да, мы будем увеличивать интенсивность раздачи гуманитарной помощи. Мы по-прежнему будем иметь фокус в те места, где особенно тяжело людям проживать. Это и города, которые находятся на линии огня, и Авдеевка, и Счастье, и Песке. Мы по-прежнему очень хотим попасть в Дебальцево, потому что там крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Это будет очень крупномасштабная помощь, более 380 тысяч продуктов питания. Мы в течение этих трех месяцев раздали больше миллиона продуктовых наборов. Вы знаете, мы стали называть эти наборы наборами выживания, потому что это именно те продукты, которые позволяют людям выжить во время войны. И мы знаем, что эти продукты крайне нужны старикам, крайне нужны инвалидам. И наша отдельная программа, отдельная программа Рината Ахметова «Поможем детям». Мы видим, насколько нуждаются в ней малыши. И, естественно, мы будем продолжать в полном объеме оказывать всю ту нашу помощь, которую мы оказываем сейчас. Это действительно позитивная новость, потому что на днях прозвучала информация, что международная миссия ООН покидает оккупированные территории и, возможно, в скором времени не сможет помогать. Поэтому есть некое волнение среди людей, тем более, что 89% населения неподконтрольных Украине территорий не собираются покидать свои дома, и, соответственно, людям нужна помощь и дальше. Вы знаете, не собираются покидать свои дома, мало того, даже в фронтовых районах, таких, например, как поселок Октябрьский, где не перестают вестись боевые действия, люди в то же самое время и сами убирают осколки мин на своих участках и засаживают огороды, потому что все надеются на мир, все надеются на то, что все-таки он придет на Донецкую землю. А наша задача помочь людям, тем, кто нуждается, дожить до этого момента. Сегодня наши гости говорили в студии о том, что с приходом весны у людей появляются новые потребности. Вот Даша Пирогова говорила о том, что люди в частном порядке просят какие-то семена, просят какие-то варианты помощи для того, чтобы посадить огород. Энрики говорил о том, что нужны какие-то стройматериалы. Будет ли штаб и дальше ориентироваться на потребности людей и работать гибко в связи с запросами, предоставлять необходимую помощь? Штаб работает и работал гибко, но мы для себя взяли те самые болевые точки, которые, к сожалению, как мы видим, и мы сегодня уже не раз с вами говорили об этом, не уходят, а только увеличивают свою болевую этот порог. Поэтому мы сфокусировались на помощи продуктами питания. Это на сегодняшний момент помощь Рената Ахметова самая масштабная, самая нужная и самая заметная в Донецком регионе. Это именно то, что помогает людям. Поэтому это фокус нашего внимания, и мы от этого фокуса уходить не будем. Это самое главное, вот этот акцент в нашей работе. Да, действительно, те самые наборы выживания, они спасли много жизней, поэтому, естественно, люди продолжают на них рассчитывать. Что касается гуманитарной блокады, сейчас очень многие общественники, многие волонтеры бьют тревогу и говорят о том, что пропускная система, новые правила для ввоза грузов только добавляют проблем, желающим как-то спасти регион, поддержать его и помочь ему. Есть ли у штаба некое видение преодоления этой гуманитарной блокады? Есть ли какие-то позитивные прогнозы? Возможно, не знаю, потому что ситуация действительно очень сложная, и правительство принимает некие непопулярные решения, которые затрудняют работу благотворительных миссий. Хотя есть основа основ, есть минские договоренности, в которых написано, и все подписанты с этим согласились, что гуманитарная помощь должна беспрепятственно доставляться. Однако мы видим, что как специально, с каждым постановлением, все хуже, хуже и хуже. Если мы говорим и о пропускной системе, мы говорим о том, что когда начинал работу гуманитарный штаб, нам нужно было всего три документа предоставить для того, чтобы двигаться в сторону тех людей, которым эта помощь нужна. Сейчас этих документов 17. И с каждым шагом, с каждым нововведением становится все хуже и хуже. Мы надеемся, что и с участием международных гуманитарных миссий все-таки вот эту блокаду и нравственную, и физическую все-таки удастся прервать, потому что я не устаю говорить о том, что у тех людей, которые находятся сейчас на неподконтрольных Украине территориях, есть у каждого паспорт гражданина Украины. И мы не должны забывать, если мы цивилизованное государство, о том, что любое цивилизованное государство охраняет своих сограждан, которые попали в беду. А там сейчас миллионы людей в беде. Ну что ж, спасибо вам огромное, Рим. Я напомню о помощи мирным жителям Донбасса. Мы говорили с Римой Филь, координатором гуманитарного штаба Рената Ахметова. На этом у нас вся информация. Встретимся, как всегда, ровно через неделю в 18.20. В студии работала Катерина Стружко. Оставайтесь с Донбассом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова